Дольщики Демидов парка могут въехать в свои квартиры в феврале. Застройщик заявляет, что работы наконец подошли к концу. Об этом пишет портал Толк. Первый многоэтажный дом построен на улице Пруцкой в Новоалтайске. Обещают, что приемка жилья начнется с 4 февраля, причем пока только в первый блок секции. Всего их в доме 7. Другими словами, только 77 собственников в начале следующего года смогут увидеть долгожданные квартиры. Напомним, ранее в квартале Демидов парк было запланировано строительство 15 многоэтажных жилых домов, а также торговых центров, гаражных комплексов, школы, трех детских садов, парка и прочей инфраструктуры. Стала известна точная дата передачи издания Барнаульского планетария из муниципальной собственности в собственность Русской Православной Церкви. Это 11 марта этого года. Об этом пишет Политсибрул со ссылкой на председателя Комитета по культуре администрации Барнаула Валерия Поршкова. Вместе со зданием передается и земельный участок, но местный приход Крестовоздвиженской церкви на два года разрешает планетарию остаться, а запланированные показы состоятся по графику. Бесплатное медицинское обследование смогут пройти сегодня барнаульцы в Покровском кафедральном соборе. Акцию проводит Краевой центр медпрофилактики. Прихожане смогут измерить рост, вес, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить давление и проконсультироваться со специалистами. Для участия в акции необходимо предъявить страховой полис, СНИЛС и паспорт. Житель Барнаула обнаружил в банке с зеленым горошком одуванчики. Пост о необычной находке он разместил в соцсети. Об этом пишет московский комсомолец на Алтае. Бутоны одуванчика плавали не только сверху, но и в глубине банки. В комментариях барнаульцы рассказали, что тоже приобретали горошек с одуванчиками, а бывало попадались и гусеницы. Одно слабое утешение, что цветок, в отличие от гусениц, съедобен.